Давайте порассуждаем вот на какую тему. Зачем мне нужен другой человек? Друг, любимая, любимый. Что влечет нас к другому человеку? И вы, конечно, прежде всего скажете, нас влечет другому человеку инстинкт продолжения рода. Ну, на биологическом языке вроде бы все верно. Мы привлекаемся к другому, потому что биологическая матрица, она слепа и она заинтересована исключительно в чем? В размножении. Ну, если здесь все люди, которые смотрят это видео уже 18+, мы со всей очевидностью понимаем, что эротическое влечение, эротическая влюбленность к одному человеку это самое недолговечное, что есть в мире. Именно о ней мы говорим, что любовь живет три года. Три года, иногда полгода. От полгода до трех лет. Сейчас, говорят, даже и этот второй порог гораздо ниже. Нас сексуально-эротически привлекает другой человек. Если на основании этой привлекательности мы делаем выбор в партнерских отношениях, мы выбираем, выбираем в партнерских отношениях того, с кем хочется, ну прям хочется. Но поговорить, оказывается, с этим человеком не о чем. Добыча достигнута, мы обладаем, мы даже зафиксировали в наши отношения, сами знаете где. Но оказалось, что человек заботиться не умеет и что на ментальном уровне нам не о чем поговорить, нам не интересно. И мы утыкиваемся в свои айфоны, или мы нового человека ищем интересного для общения, для глубокого разговора. Если в процессе знакомства мы рыбешечки или рыбки, или рыбины разной глубины, то когда пройдет импульс взаимного интереса, а он уходит со временем взаимного интереса, вы понимаете, в каком смысле. Будет ли нам о чем поговорить? Будет ли чем поделиться друг с другом? Насколько другому человеку интересен мой внутренний мир, мои переживания, мои увлечения, мои достижения? Интересно или нет? Готов ли я относиться к переживаниям другого человека, к его внутреннему миру, с тем же интересом, как к своему? Готов ли я делать осознанное усилие любви навстречу другому человеку, даже если в интернете есть вещи поинтереснее? Ну человек-то живой, он живет с тобой, или она живет с тобой, а ты в это время листаешь там какую-то ленту новостей. Живой человек приходит, и он говорит, ну как у тебя? Сейчас занят, сейчас я занят, чуть-чуть позже, но там нет, там нет ничего супер срочного и супер интересного. Можешь ли ты подойти к человеку и сказать близкому к своему родному, жене, мужу? Сейчас, как говорят еще так, парень и девушка, мне что-то с тобой уже меньше интересно становится, а тебе-то как со мной? Как будто взаимный интерес падает. И тогда два человека могут протянуть руки навстречу друг другу, могут начать разговаривать, могут начать чем-то делиться друг с другом. Вот этим вот, ну, печалью о том, что огонь был большой, а сейчас он угасает. Тогда мы можем поговорить, что мы можем с этим делать. И можем ли мы что-то сделать с тем, что большой огонь угасает. хотим ли мы оставаться друг с другом? Чаще всего, если уровень души в нас не раскрыт, угасание первоначального биологического интереса, мы называем любовь прошла или разочарование в любви и обвиняем партнера в том, что он гад такой, не оправдал наши ожидания. В том, что я выходила замуж за другого человека. Конечно, за другого. Потому что выходила за свое возбужденное представление о нем. Я не устану цитировать это прекрасное выражение Берта Хеллингера, который сказал, настоящая любовь наступает, когда проходит райская любовь. Райская любовь прошла. Мужчины и женщины выгнали из рая. Возделывать землю. Именно так Бог библейский сказал после того, как выгнал Адама и Еву. Идите, возделывайте землю в поте лица своего находите пропитание. День себе возделывайте хлеб, находите себе пропитание. Хотел сказать, деньги на хлеб. Тогда хлеб еще был бесплатный. И вот их изгнали. Райская жизнь закончилась. Она обвиняет его. Он обвиняет ее. Вместо того, чтобы сказать, друг к другу. Ну вот, все. Что-то очень сильное как будто подходит к завершению. Что нас притянуло друг к другу. Но что будем с этим делать? Если мы еще друг к другу интересны. А интерес это свойство сознания и свойства души. Я говорю об этом интересе. О ней об интересе биологическом. Тогда мы начинаем очень интересный путь исследования изменяющихся, меняющихся состояний при том, что я вижу тебя, а ты видишь меня. Я вижу суть твою, как и прежде, когда впервые увидел тебя. А ты видишь суть меня, как и прежде, как впервые, как тогда, когда впервые меня увидел. И мы начинаем идти вместе и исследовать. И мы проходим вместе темную ночь души наших отношений. есть шанс, что в конце мы увидим свет. Настоящая любовь наступит после того, как райская любовь закончится. Но Хеллинг не сказал, а очень важные вещи. Между первым и вторым состоянием проходит темная ночь души. И пройти ее вместе можно только держать за руки. Только в согласии. Только с осознанным таким выбором, решением мы это пройдем вместе. Мы не будем обесценивать друг друга. Мы будем более внимательны к интонации, более бережными, более четкими. И мне хотелось бы продолжать говорить с тобой. Продолжать разговаривать с тобой. Пожалуйста, делись со мной. И я буду делиться с тобой. Как мне с тобой. Эти же этапы отношений бывают и в дружбе. Но друзьям проще, потому что они не связаны никакими обязательствами, ничего в ЗАГСе не подписывали. Представляете, если регистрировали друзей в ЗАГСе. Они приходят такие, объявляю вас другом и другом. Нет, если где-то интерес пропал, у нас есть пространство для того, чтобы разойти и соскучиться и опять встретиться. вот в эти коронавирусные времена показали, что было очень больше гораздо разводов во много раз, чем в обычные времена. Потому что получается, что мы уходим на работу отдыхать друг от друга, чтобы хоть как-то терпеть друг друга, когда мы дома. Нас никто не учил строить глубокие доверительные отношения. Давайте по секрету расскажу. недавно с моими родителями я посмотрел очень интересный мы посмотрели очень интересный художественный фильм про то, как люди американские, про то, как люди решили развестись, потом опять встретились, потом он уехал в какое-то путешествие, потом он приехал из путешествия, ну такие какие-то взяли паузу в отношениях, как говорится. И знаете, у фильма такая хорошая философская подоплека, его можно было даже на цитаты разобрать. И после фильма я собрал на обратную связь моих родителей, папу и маму и сказал, ну как, какие интересные идеи были. и вот мама начала рассказывать, ну что-то это не очень, это ушла, так знаете, как в жанре программы пусть говорят, зачем он ушел, почему он пришел. я говорю, а вы заметили, когда, ну, как будто бы любовь вновь затеплилась, заново начала раскрываться. папа сказал, вот когда они поговорили наконец-то и сказали у кого-то на душе расставшись и встретившись. Я тогда спросил, а у вас вот так вот или как вот в середине фильма, когда они конфликтовали. И мне отец сказал очень интересную вещь. сказали, сынок, но смотри, нас ведь этому нигде не учили. Вот нас вот так, чтобы поговорить, поделиться, нас этому не учили. То есть люди поженились, у всех есть обязанности расти детей, приносить деньги, тратить их на всякую ерунду, иногда на продукты при этом. Но нас нигде не учили вот так вот говорить. вот ты нам задаешь такие вопросы, а мы ведь не решились бы друг другу их задать. И знаете, я о чем подумал? Вот этот путь от души к душе действительно этому нигде не обучают. Ну вот разве что немножко на ютубе и немножко на моем канале. Ну это я шучу, шучу. я не набиваю себя ценой. Но путь от души к душе это наш интуитивно протаптываемый путь от себя к другому человеку. Потому что если мы не делаем осознанные шаги друг 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 другу если мы не протаптываем эту тропинку то любовь которая вырождается в привычку угасает на паче достигнута никуда не денется разводиться дороже столько конфликтов неприятности поэтому если люди еще ругаются конфликтуют значит между ними существует связь страшнее когда натыкаешься на атмосферу равнодушия мне вообще не волнует что у тебя в душе тебя не волнует что у меня в душе способ возобновления построения контакта это делиться он очень простой единственный наверное это делиться тем что у меня в душе как я там внутри поживаю даже если с формальной точки зрения если с точки зрения вежливости тактичности каких-то вещей и все нормально но если я закрылся уже внутренним миром не делюсь более того если защищаю его ну просто это одиночество вдвоем это мы в одной тюрьме под названием квартира семья но в разных камерах поэтому дорогие заключенные в разных камерах чувствующие себя в одинокими в браке пожалуйста начните с двух сторон пробивать друг другу тоннель или рыть подкоп если стены уже большие и это возможно только при обоюдном выборе простучите друг через вот эту ментальные стены вот эти эмоциональные и ментальные они гораздо толще чем кирпичи простучите тук-тук-тук тук-тук и начинайте копать я верю что восстановить раз уж вы столько лет прожили вместе прежнее чувство близости возможно но при осознанном обоюдном желании вот и все что вот 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 Продолжение следует...